Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Елена Варнакова много лет живет в доме на территории садоводческого товарищества «Коллективный труд». Многие ее соседи тоже давно продали квартиры в многоэтажках и капитально обосновались на своих земельных участках. Дачники напуганы, они боятся за здоровье. Особенно тяжело приходится тем, чьи дома стоят недалеко от берега. Отойдем метров на 50-60 от берега, мы все равно будем чувствовать запах солярки. То есть сухость во рту, она потом появляется. Ну вот уходишь подальше, как бы уже нормально себя чувствуешь. Как вот эти вот дачники здесь вот живут и это круглые сутки, вообще непонятно. Люди предполагают, что реку отравляют утечки с военных складов в районе Шиловского полигона. Возможно, там прохудились емкости, где хранят топливо для бронемашин. Однако это только догадки. Местные жители пожаловались в МЧС и экологам, но результаты официального расследования пока неизвестны. Тем временем нефтепродукты продолжают нести течением в опь, в которую впадает Тула. А берега самой малой речки, похоже, еще долго останутся опасными для птиц и животных. Анна Перепилюк, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Семиклассник объяснил, что просто хотел попробовать, как работать. Его родителям грозит административное наказание за ненадлежащее воспитание сына. Максимальный штраф по этой статье – 500 рублей. Неожиданный поворот получило дело вагоновожатой трамвая номер 13. Того, что в апреле прошлого года сам, без всякого водительского участия, проехал 3 километра по городу, сметая на пути машины одну за другой. Пострадавшая в аварии Олеся Шовина сегодня попросила закрыть уголовное дело. Почему, расскажет Алексей Фазлеев. Водитель трамвая номер 13 Ольга Докучаева сегодня должна была сказать последнее слово в суде. Но процесс по накатанной не пошел. Потерпевшая сделала неожиданное заявление. В своем ходатайстве Олеся Шовина попросила суд прекратить уголовное преследование вагоновожатой и сообщила о мировом соглашении. По ее словам, вагон с несчастливым номером на борту стал причиной злоключений, а не человек. Я считаю, что она просто заложник ситуации. Все следы были заметены изначально. Почему не было комиссии, допустим, закрытой, московской, еще что-то. Трамвай сразу отцепить, убрать его куда-то. Мировое соглашение потерпевшей и подсудимой гособвинителя не устраивает. Заключаем, совершила данное преступление при управлении сочинкой повышенной опасности. Я в связи с этим полагаю, что должны отнести на заказание за сочинение. Ну и ущерб также потерпевшей не возмещен, хотя она и пояснила, что претензий к допечаеву нет. Олеся Шовина будет требовать возмещения ущерба с транспортников. Уже больше года она не работает из-за травмы. Одним глазом девушка видит частично, на другой ослепла вовсе. Но при этом не видит и смысла винить водителя электротранспорта. Вот как раз сейчас мы едем по той части улицы Гуревской, где трамвай, которым управляла Ольга Докучаева, вышел из-под контроля. Обычно на этом участке вагоновожатый старается сдерживать, прыть машину. Но в тот раз электроника вышла из строя. Обесточенный трамвай разогнался до 60 км в час из-за естественного уклона улицы. Вагоновожатый выпругнула, чтобы поставить башмак, но не успела. Трамвай без водителя в кабине проехал по городу 3 км. От Гуревской до Серебренниковской. На своем пути 19-тонная махина сносила одну машину за другой. Самое серьезное столкновение произошло на восходе. Откажи электроника на гусинобродском шоссе, к примеру, или в любом другом месте без уклона, ничего такого не произошло. И трамвай бы просто встал. Но это была роковая случайность, уверяет вагоновожатая. Она действовала по инструкции. Ведь в салоне запахло гарью. Управление отказало. Не управляло ничего. И никто не искал причину. По какой причине это все сгорело. Как это сгорело. Я пыталась его остановить. Ценой своей жизни. Понимаешь? Даже не так я просто вышла и ушла. Попытки списать все на мистический 13-й номер трамвая, конечно, бессмысленные. Да, повторяются аварии на этом маршруте постоянно. Но это не чертовщина. Просто 13-й – один из самых длинных маршрутов в городе. И ходят по нему не только новые трамваи. Вагоны этого типа на Усть-Катавском заводе не производят без малого 25 лет. Хотя такие трамваи все еще можно увидеть на улицах Новосибирска. Конечно, они не раз уже побывали в ремонте. Но вот парадокс. До того злополучного случая, когда трамвай вышел из-под контроля и протаранил шесть автомобилей, в таких вагонах не было аварийного тормоза. Сейчас, говорят сотрудники депо, во всех трамваях этой модели систему экстренного торможения установили. На всякий случай. Алексей Фазлеев, Дмитрий Канн. Новосибирские новости. Пострадавшего в аварии новосибирца Вячеслава Клыкова на этой неделе бортом МЧС доставят из Камбоджийской клиники на родину. Близким удалось собрать 20 тысяч долларов для оплаты счета, который выставили зарубежные медики. 100 тысяч рублей выделила мэрия Новосибирска, еще примерно столько же работодателя Вячеслава. Остальные деньги собрали пользователи социальных сетей. Напомню, Николай Клыков попал в аварию на мотоцикле около месяца назад. Долгое время он лежал в коме в Камбоджийском госпитале, где нет необходимого оборудования и специалистов. Сейчас его состояние немного улучшилось, однако ему необходима срочная помощь, оказать которую местные медики не могут. В Новосибирске вернулся отряд спасателей, который устранял последствия большого наводнения в Амурской области. Одновременно сейчас сортируют и готовят к отправке на Дальний Восток вещи, собранные в ходе акции «Рука помощи», которая проходила в городе с 10 по 20 сентября. На призыв откликнулись тысячи новосибирцев. Подробнее Ксения Блажевская. На Новосибирской земле бойцов МЧС встречают хлебом и солью. За месяц, что спасатели провели в Амурской области, кроме строительства защитных дамб, им приходилось ежедневно помогать местным жителям в самых разных делах. Личный состав выполнял много различных операций, как помощь населению, как вывоз имущества, как получение материальной помощи из других, разгрузка из других регионов. В Новосибирске детские загородные лагеря сегодня готовы принять 400 школьников, чтобы ребята смогли дальше продолжить обучение. А любой желающий может перечислить средства в адрес пострадавших жителей Дальнего Востока на расчетный счет, размещенный на официальном сайте Новосибирска. Хабаровчане сказали, что даже может быть более важно, чем финансовая помощь, это помощь в натуральном виде вещами. Поэтому мы организовали вот этот вид сбора вещей. Горожане приносили теплые вещи, постельное белье, предметы гигиены. На призыв о помощь откликнулись предприятия и крупные бизнесмены. Но все же в основном приходили простые новосибирцы. При мне девочка была, я как раз переехала на точку и спрашивала, ну а почему вот так вот откликнулись, причем огромный баул принесла. Она говорит, потому что несколько лет назад мы погорели. Да, мы погорельцы, и все деревни нам люди приносили вещи. И то есть я, говорит, знаю, каково это остаться на один на один с трагедией. А сейчас, говорит, я не могу. Мы, говорит, людям еще хуже, чем нам. То есть, а мы уже выкарабкались, теперь наша задача им помочь. В городе работало 10 площадок в торговых центрах и комплексных центрах соцзащиты районов. В итоге количество собранных вещей приблизилось к 10 тысячам. Многим приходилось отказывать. Одежду принимали только новую. Все собранные вещи отправят в Хабаровск до конца этого месяца. Тем временем комплексные центры помощи сегодня продолжают работать. И каждый новосибирец еще может протянуть руку помощи пострадавшим от наводнения. Ксения Блажевская, Олег Королевец, Новосибирские новости. Тем временем в Новосибирске стартовал еще один куда более крупный благотворительный марафон. Участвуют десятки общественных и коммерческих организаций, более сотни добровольцев, а помогают сразу всем. От женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, до бездомных кошек. Символом акции стал так называемый «добрый фонарь». Его будут передавать из рук в руки, словно эстафету. Программа марафона предусматривает самые разные способы помощи. Горожане сами могут выбирать, какой им больше подходит. Подробности у Марины Авериной. Коза, лавку, лавку. Конечно. Стоять, давай я тебе ангела, ты мне лавку. Казамоника и юнаты агитируют горожан за ответственное отношение к животным. У сотрудников зоологического центра миссия еще сложнее – собрать миллион рублей. Этой суммы должно хватить не только на корм их подопечным, но и для того, чтобы открыть контактный зоопарк в саду Кирова. Дети смогут уже не только в помещении работать с животными, на улице и будут еженедельно проводиться уже занятия, акции для просто посетителей детей. Это более глобальная работа. Активисты организации «Живой мир» – одни из десятков участников благотворительного марафона. Мы ведь не просто проводим благотворительный марафон, а мы таким образом повышаем как бы престиж и доверие к некоммерческим организациям, потому что сбор, собственно говоря, производится через некоммерческие организации. А они гарантируют, что вот эти вот собранные средства пойдут именно в те руки, для которых все это дело и собирается. Один из таких грантополучателей – общественная организация «Голубка». Здесь помогают женщинам, попавшим в сложную ситуацию. Обретя кровь и поддержку, после молодые матери и сами стараются отплатить людям добром. Наши девочки, которые мамы, они очень стараются. Они, как говорится, это наш хлеб, да, когда они вяжут, бывает ночами не спят, чтобы связать, особенно когда вот праздник, вот добрый Новосибирск, они очень стараются, чтобы для других людей тоже, чтобы им было тепло. Делать добрые дела просто, утверждают организаторы. И предлагают продрогшим горожанам ароматный чай с имбирем. Вкусно очень, согревает. У лотков со снедью от людей нет отбоя. Средства от продажи напитков из добы тоже пойдут на благие дела. Не пробито брешь, вкусно и полезное дело сделать. Помочь деньгами нуждающимся – не главная цель недели благотворительности. Городские власти поставили перед собой более масштабную задачу – сделать так, чтобы каждый житель протянул руку помощи своему ближнему. Трудно найти какие-то начинания более теплых, более так объединяющих людей. Вот само собой добрый Новосибирск – это действительно такой, ну, приятный, человеческими чувствами, мотивами, марафон – это объединить людей. Объединить людей в понимании, что есть не все благополучия в жизни окружающего мира, людей, которые требуются помощь, поддержка. Поэтому быть добрее друг другу, добрее к тем людям, кому нужна помощь – это, наверное, миссия нашей жизни каждого. В качестве символа добра на марафоне зажгли огонь. Этот фонарь будут передавать друг другу районы, где пройдут благотворительные акции. Марина Аверина, Роман Семенов, Новосибирские новости. Региональное правительство выделило около 100 миллиардов рублей на создание инновационной зоны, которая охватит Академпарк и биотехнопарк. В Кольцово через несколько лет рядом с двумя башнями технопарка должна появиться третья. А между Академгородком и Кольцово построят так называемый «АйТи-городок», рассчитанный на 50 тысяч сотрудников компаний, работающих в сфере информационных технологий. Однако планы могут быть серьезно скорректированы в связи с реформой Академии наук. Ведь земли в районе Академгородка – федеральная собственность и находятся в управлении сибирского отделения РАН. Сегодня в городе прошли масштабные учения, в которых участвовали подразделения ФСБ, МВД и МЧС. Силовики вместе со спасателями столкнулись с двойным терактом на линии метро. Пока одни предполагаемые террористы минировали вентиляционную шахту, другие в это время захватили электропоезд. О том, как справились с этим ЧП, расскажет Павел Теунов. Спецназ был поднят по тревоге. В полном обмундировании боевые группы отправили на середину реки. По легенде учений террористы захватили заложников в поезде метро, который остановили прямо посреди моста. Командный штаб, который оперативно развернули на берегу, отдал приказ группам захвата находиться здесь, внизу на катерах, чтобы в любой момент быть готовыми к штурму. Переговоры с предполагаемыми бандитами шли на протяжении двух часов, но договориться с террористами не удалось. Пока одни боевые группы дежурили под мостом, другие спецназовцы в это время подобрались к боевикам с другой стороны. Банду ликвидировали в считанные минуты. Никто из 30 заложников не пострадал. Самая зрелищная часть учений осталась за кадром, но боевые действия продолжились уже на берегу. Там другая диверсионная группа попыталась заминировать вентиляционную шахту метро. Взрывное устройство боевики собираются привести в действие с помощью мобильного телефона. На поиски бомбы были брошены несколько сотен человек. Удалось найти не только взрывчатку, но и предполагаемых бандитов, которые заняли оборону в ближайшем полуразрушенном здании. Начинаю рыбалку. Все, я понял. Понял тебя. При активной огневой поддержке спецназовцы идут на штурм. Чтобы избежать потерь, приказ живьем никого не брать. Начинаем, заня. В здании осталось только двое человек. Остальные, выждав момент, попытались скрыться на угнанной машине. Задача силовиков не выпустить вооруженных людей в город. На подъездных путях автомобиль бандитов блокировали. В результате спецоперации были уничтожены все боевики. Террористов было по условиям шесть человек. Шесть человек. Это было две диверсионно-террористические группы. Соответственно, задействована была в учении группировка. Свыше 300 человек задействовалось. А если говорить об оценке действий антитеррористической группировки, то это достаточно хорошая услаженность, координированность действий. Такая межвидостная структура показала. По предварительной информации, операция «Тоннель» прошла успешно. Учения не доставили горожанам никаких неудобств. График движения поездов метро не сбился ни на минуту. Павел Теунов, Олег Макаров. Новосибирские новости. Владимир Спиваков вновь дирижирует на сцене Государственного концертного зала имени Арнольда Каца. На этот раз оркестром, которым руководит уже без малого 35 лет, виртуозами Москвы. На одной сцене с маэстро молодые таланты. Солистка Большого театра Алина Яровая и тенор Алексей Никлюдов. В программе концерта произведения Моцарта, Рассини, а также популярные оперные арии, темы из оперет и неаполитанские мелодии. Рассказывает Станислав Якушевич. В длительном турне, крайними точками которого являются Южно-Сахалинск и Махачкала, виртуозы Москвы сделали краткую остановку в Новосибирске. Из-за напряженного графика Владимир Спиваков даже отменил назначенную пресс-конференцию. И большую часть репетиции он придирчиво проверял акустику зала. Садился за пульты вместе с музыкантами и даже несколько раз просил оркестр отодвинуться вглубь сцены, выстраивая баланс между инструментами и добиваясь идеального звучания. Солистка Большого театра Алина Яровая присоединилась к оркестру уже после начала гастролей. Она заменила заболевшую певицу. Получился такой, говоря театральным языком, экстренный ввод. Программу концерта поэтому несколько изменили. Певица добавила одну из своих любимых и очень трудных для исполнения арий. Лауретти из оперы Пучини Джанни Скикки. Удивительно, но сколько времени не дали, всегда в это время укладываешься. Если это месяц, то через три недели ты понимаешь, что осталась только неделя, и за последнюю неделю все выучивается. Иногда и за день приходится что-то переучивать, учить заново. А что делать? Мы артисты, мы должны ко всем быть готовы. В зале вполне ожидаемый аншлаг. Зрители сидят даже на сцене. Виртуозы Москвы – это первый коллектив, который гастролирует на сцене Государственного концертного зала. Что еще раз красноречиво доказывает, эта филармоническая площадка способна принимать коллективы и солистов самого высокого уровня. Станислав Якушевич, Роман Семенов, Новосибирские новости. На сегодня это все. Слушайте радио «Городская волна» на частоте 101.4 FM. Заходя в интернет, не забудьте посетить сайт «Новосибирские новости». Здесь в частности о том, как в последние дни за внимание молодой новосибирской певицы боролись Дима Билан и Леонид Агутин, и кто победил. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин